Вот, поставил станцию насосную в доме. Ну, пока это временный вариант. Хочу вообще зимний делать. То есть мне надо разводку по дому делать внутри. У меня сейчас разводка вся под домом. Ну, сдуру так сделал. Еще давно, типа, летний вариант. Вот, сейчас буду переделывать. Мне установили скважину. У меня была разводка под центральную воду. Там, типа, артезианская скважина. Но ее включают только летом. Там, с мая по октябрь. А мне надо, чтобы и зимой было, и в межсезонье. Купил станцию насосную. Это вихрь. На все инструменты взял. Самая дешманская. Что-то 6500 или 5500 вообще стоило. Единственное, вот это тут не очень. То, что пластик может лопнуть при закручивании медиканок. А так она вообще как бы и не шумит сильно. Вот, на 3 очка поставил. А тут я слил маленькой воды еще. Здесь получается скважина. 32 труба на конце фильтра с полипропилена. Глубиной скважина 6,5 метров. Вода на 4 начинается. Ну, водоносный там песок или что. Здесь специально поставил кран, чтобы в холодное время, то есть воду накачал сколько надо. Кран тут перекрылся. Кран открыл. И вода ушла в скважину, чтобы не перемерзла. Также буду утеплять и станцию, и трубы все греющим кабелем. Но это потом. Сейчас кто-то пока временно подключил к той разводке, которая была. Сейчас это я покажу. Ну и фильтр поставил, грубой очистки, чисто на глину, на песок. Такое дело. Сейчас покажу, как это на улице выглядит все. Вот, скважина вот здесь вот. Буду, по идее, потом раскапывать надо это все дело. Утеплять, греющий кабель на метр туда еще опускать. Ну и профлистом зашивать здесь. Разводка у меня вон какая. То есть у меня вон все сделано под домом. Делал это специально, чтобы в доме не было вот этих труб некрасивых. Ну и сейчас придется все в доме делать. Плюс слепная система. Тут 50-я труба. Надо сделать там 110-ю или 112-я, какая она. Здесь вон подключил как... То есть на одном корону получается это скважина, на другом это центральная вода и тройник, то есть который подходит как раз к этой сей разводке. Также произошла проблема у меня. Два года стоял бак водонагревательный. Краев. Короче, я с него типа все сливал, всю воду. Но на самом деле нифига оттуда не сливалось. О, пчела прилетела. Первая. Сегодня 16 мая, да? Ой, апреля. Да. Короче, давануло здесь вот, где тен стоял. Давануло тен. Выгнуло тен. Все это заржавело и капало. Также я туда заглянул, смотрю, там пол бака воды. И вот такая вот ледышка там круглая. До сих пор не растаяла. А вот это типа кран теплой воды подачи и подача холодной воды. Вон они какие трубки там сделаны. А крана, чтобы полностью слить воду, нет. То есть, здесь вот только тен выкручивать на зиму. И вот так оставлять. Либо постоянно, чтобы вода там теплая была. Короче, тут думать надо. Сейчас все очистил. Тен прочистил. Думаю, прокладку смажу герметиком с двух сторон. И тен посажу сюда. Ну, перед тем, как его садить, вон его выгнуло здесь. Сейчас надо попытаться выправить киянкой. Потому что я капала как раз вот с этих мест. Вот с этого места. Вот с этого места. Вот с этого. Короче, со всех сторон долонуло. Вот так там не очень засраны. А нот еще живой. Ну, как бы вообще живой. Пользовался этим баком два года. Покупал что-то за десятку или за девять или за одиннадцать. Ну, сейчас такой тысяч девять стоит. Так что сейчас попытаюсь его починить. Ну, все. Тен, получается, посадил на герметик на белый. С одной и с другой стороны прокладку промазал. Ну, и как бы все там замазал на нем, чтобы точно ничего не посифонило. Включил. Ну, вроде работает. Сейчас вот я проверю. Нагрею бак. То есть давление в нем должно повыситься. Горячая вода будет. Как бы это давление повышает в баке. И посмотрим. Потому что его вот выдавило. Вот я термометр выдавила. Вот выдавило где на подачу. Но дристалл он именно где-то. Ну, то, что вот на видео я показывал. Так что бак я промыл, прочистил все. Сейчас собрал. Ну, сейчас ждем, пока вода нагреется. Это примерно... Ну, это такая вот вода. Я только набрал в бутылке ее. Это белая, но я думаю, что это взвесь воздуха мелкого. Вот это начинает уже воздух выходить, становится, ну, прозрачнее. Но он выходит же вот в эту емкость вот сюда, из воды. Из воды. Продолжение следует...